Валдикавказ 24 на 7. Здравствуйте. В столице Северной Осетии в самом разгаре дорожные работы. Ведется замена трамвайных путей, ямочный ремонт и полное обновление асфальтового покрытия транспортной сети. Ряд подобных объектов посетил глава администрации Валдикавказа Борис Албегов, чтобы на месте проверить качество выполняемых работ. Первым пунктом инспекционного объезда стала улица Тогоева. Ранее жители этой улицы обратились к главе города с жалобой на неудовлетворительное состояние дорожного покрытия. Руководитель администрации поручил Управлению транспорта и дорожного строительства решить проблему, причем произвести не ямочный ремонт, а полную замену асфальтового полотна. В этом году на этой улице, а также на прилегающих тупике и переулке обновят 10 тысяч квадратных метров дорожного покрытия и 800 метров бордюра. Далее глава администрации посетил проспект Коста, где на участке от Калинина до Мамсурова впервые за десятки лет производится замена трамвайных путей. К настоящему времени работы завершены на участке протяженностью 150 метров. В 2018 году на указанном отрезке планируется полностью обновить рельсы, шпалы и межрельсовое полотно. Работы ведутся в интенсивном режиме в соответствии со стандартами качества. И в продолжении темы дорог. В прошлом году во Владикавказе было отремонтировано 26 улиц, общая площадь которых составила более 157 тысяч квадратных метров. Проведен ремонт дорожного покрытия дворовых и междворовых территорий, а также межквартальных проездов площадью более 3000 квадратных метров. Ремонту дорог городские власти уделяют особое внимание. Сегодня капитально ремонтируют много улиц. Одна из них – улица Горького. Кроме асфальтового покрытия, здесь прочищены и отремонтированы дождевые колодцы. У нас сейчас идут ремонтные дороги с Ватутина, Горького, улица до Ленина. Асфальт будет здесь в два слоя. Соответственно, идет замена бордюров, тротуары будем заменять новым асфальтом. Трудовые будни сотрудников Владикавказских префектур проходят на улицах города. Будь то борьба с несанкционированной торговлей и выбросом мусора, или уборка и благоустройство территорий. Весь август месяц работникам администрации помогают дети из трудовых отрядов. Столичная мэрия заключила договор со службой занятости. Школьники с удовольствием принимают участие в работе по наведению порядка. На днях они очистили площадь Ленина, покрасили скамейки и убрали мусор. Сегодня я поняла, как это тяжело убирать и помогать благоустраивать город. Все-таки наша молодежь делает ее лучше. Главное, надо хотеть это делать. И я призываю всех, чтобы соблюдали чистоту и помогали в благоустройстве нашего города. Помимо помощи городу для ребят это еще и возможность заработать. Как они сами рассказали, теперь к школе могут подготовиться самостоятельно. Не только школьники трудятся во благо города. Практически круглый год осужденные к обязательным работам по договору между Правобережной префектурой и Федеральной службой исполнения наказания также принимают участие в уборке и обустройстве общественных пространств Валдикавказа. На сей раз набережная под мостом Наштыба стала объектом для их работы. Они обрезали деревья, побелили парапеты и ограждающие стены. В день осужденные работают по 4 часа. Как отмечают в префектуре, их труд – это весомый вклад в благоустройство города. Ежегодно в августе в России отмечается День физкультурника. К этому дню было приурочено мероприятие, которое состоялось на набережной реки Терек. Организаторы мероприятия – Левобережная администрация Валдикавказа, общественная организация «Здоровая сеть» и партия «Единая Россия». Приобщение к физическому развитию начинается со школьного возраста. Поэтому главные герои праздника – дети из детских домов. Кроме того, в мероприятии приняли участие все, кто имеет отношение к спорту. Преподаватели физкультуры, тренеры, спортсмены и все те люди, которые ведут здоровый образ жизни. Детей более 150. Мы надеемся сегодня для них уструить большой спортивный праздник, чтобы они получили массу позитивных эмоций, призы, награды. Я ждут почетные грамоты лучших. Конечно, цель – это не выиграть какие-то призы, а цель – приобщить их к здоровому образу жизни. Обратили внимание на то, чем мы занимаемся. Руководство нашей республики, префектуры, общественные организации. И мы совместно, сообща с Центром социализации молодежи, с префектурой, с антинаркотической комиссией Республики Северная Осетия, Алания, мы создаем такие мероприятия. Мы хотим, чтобы они были регулярными, стабильными. Владикавказ 24 на 7. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин